Опытный организатор здравоохранения в 1994 году после окончания лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета Ольга Белоус в течение нескольких лет работала врачом-отоларингологом городской поликлиники Солигорской больницы, где проявила себя как неординарный специалист. С 2008 года Ольга Белоус успешно сочетала лечебную практику с административной деятельностью, занимая должность заместителя главного врача больницы по поликлинической работе. С 18 марта 2015 года распоряжением районного исполнительного комитета Ольга Белоус назначена главным врачом Солигорской ЦРБ. Да, долго, к сожалению, проходил этот период подбора руководителя. Вы понимаете, почему долго, потому что сегодня это, надо честно сказать, вторая областная больница, значит, и то, что сказал, кстати, носить обслуживание 10 районов, при этом, конечно, было сложно подобрать руководитель области и нам совместно, нового врача, да еще держать на таком уровне больницу, да не просто держать, а еще дальше работать на предмет тех вопросов, которые у нас возникают. Заместитель начальника главного управления здравоохранения Минского облсполкома Михаил Вишневецкий отметил, что подбор кандидатуры осуществлялся с особой тщательностью. Был учтен целый ряд критериев и требований, поскольку от организации и деятельности медицинского учреждения зависит качество и доступность медпомощи для населения. Ольга Белоус имеет соответствующую квалификацию, достаточный опыт организаторской и управленческой деятельности и подходит на должность главного врача Солигорской больницы. Я хотел бы от вас на первый порах, тем более вы знаете, своего нового руководителя очень хорошо, работает она не первый год, на первый порах попросил бы взаимопонимания, попросил бы, чтобы от вас была какая-то небольшая поддержка, потому что человеку надо вникнуть в суть работы. С главного врача никто снимать обязательства не будет. Она начнет отвечать уже с первого дня, или иначе можно отвечать с первого дня, когда она приступила, когда смысл. Перед новым главврачом стоят непростые задачи, подчеркнул Мирил Вишневецкий. В частности, больница должна оставаться в лидерах, осваивать новые медтехнологии и стать перспективной для молодых специалистов. Спасибо за оказанное доверие. Я постараюсь оправдать и не подвести коллектив, руководство. Приложу все усилия. Самое главное в нашей работе – это пациенты. И мы будем бороться за то, чтобы они были здоровы. И желаю здоровья всему коллективу, потому что нам много надо будет работать и плодотворно. И надеюсь, что мы не опустим планку здравоохранения Солигорского района, и все у нас будет хорошо.